Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. А если говорить о влиянии времени на психику человека, на психические функции, то вот эти три типа аскезы не улучшают судьбу психических функций. Для того, чтобы в психике судьбу побеждать, тоже существуют три типа поступков. Первый тип поступков – это молитва. Второй тип поступков – это добрые дела или благотворительность. И третий тип поступков – это когда человек посещает большое количество людей, где люди вместе делают что-то хорошее. Называется ритуал. Вот, допустим, вы лекцию слушаете, направленную на самосовершенствование. Это тоже ритуал. Вы просто на лекции посидели, здесь, допустим, присутствует какое-то количество людей, и все люди на одной волне. И это вместе все приводит вас к тому, что вы выходите, и у вас вдохновение. Понимаете, вы говорите, от Олега Геннадьевича идет вдохновение. Вот. Но на самом деле вдохновение идет от вас самих. Я как дирижер просто, я как бы поддерживаю этот концерт, так сказать, концерт ваших сердец, который играет в сторону желания побеждать судьбу. И так как вас много, все вместе, поэтому и получается сильный результат. Понимаете? То же самое люди на службу религиозную пришли и, допустим, начали слушать молитву. Такой же точный результат. Это и есть победа над судьбой. Начинается победа над судьбой в это время. Я специально, как бы, меня спрашивали много раз, «Олег Геннадьевич, дайте нам какую-нибудь мусульманскую молитву какие-то мусульманские, побеждающую судьбу, которую можно на четках, допустим, повторять». Я не нашел вот прямо длительное такое повторение, но я нашел отрывочек и взял его, склеил. И это вот то, что надо повторять на четках. Можно вот, допустим, под это пение повторять на четках эту молитву. «Аль-Хам-ду-Лиллах...» «Аль-Хам-ду-Лиллах...» Ну, рашки, пошли. Вот это вот преодоление трудности, победа над судьбой легче. Сначала волнение в сердце наступает, потом облегчение. Имени Бога, повторение имени Бога, аль-хамду-ли-ля означает Богу хвала. Ну, то есть, или Аллаху Акбар, то есть, Бог, Господь велик. Ну, то есть, человек повторяет одну вот эту фразу. Он одну ее повторяет много-много-много-много раз. Понимаете, это приводит к победе над судьбой. Есть молитвы, которые дают настрой на весь день. Допустим, человек читает намаз, допустим. Ну, то есть, и идет как бы вот этот вот настрой. Или псалмы там православные читают. Они тоже настрой на весь день дают. Но есть молитвы, побеждающие судьбу, они короткие. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, там и так далее. Или Аль-Хамдулили, 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 и так далее. Или Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Тоже Богу хвала переводится. Вот. То есть, для чего я это вам говорю? Я это вам говорю для того, чтобы вы поняли, что есть силы, которые отодвигают злое влияние времени, связанное с нашей психикой. Не только с нашим телом. Ну, то есть, человек, допустим, пожертвования совершает, какие-то пожертвования. Он смягчает судьбу. Вот, допустим, человек голодный, я ему дала покушать. Меня кто-то просил? Никто не просил. Взяла, сама дала. Добровольный поступок. Я ему что дала? Еду. Ему надо было еду. Думайте, Бог мне тоже еду будет давать. Нет. Он вам будет давать то, чего вам надо. Вот ему еду надо было, вы ему дали еду. А Бог вам даст то, что вам надо. Допустим, ему нужна еда, а вам нужна, допустим, жена. Или муж. Бог будет вот это вам. То есть, Бог дает то, что надо. Вы жертвуете то, что человеку нужно, а Бог вам дает то, что вам нужно. Вот так это работает. Теперь, есть аскезы, допустим, в получении здоровья, когда человек бегает, в неподвижное положение, тело все решает. А есть аскезы, которые улучшают психическую часть судьбы, связанную с людьми. Понимаете, есть вообще три сферы жизни человека. Есть сфера, связанная со здоровьем, у нас же три типа тела, и поэтому три сферы жизни. Есть сфера, связанная со здоровьем, это природа. И аскезы на природе приводят к здоровью человека. Вторая сфера жизни – это люди, социум. Природа почему дает здоровье? Потому что там Бог есть в природе. Там живет Господь. Эти силы природы – это энергия Бога. Она предназначена для здоровья человека. Вот именно для этого.